итак доброе утро дорогие друзья всем привет шалом из иерусалима и продолжаем изучать тору тора это как говорил шамай вперте вот оси тора теха кэва сделать свою тору постоянной чтобы была она постоянная и объясняют постоянно это что значит это значит что постоянная тора это во-первых учи ее постоянно во вторых то есть установи ее как систему да вот это значит постоянно сделает тора теха кэва и третье объяснение учи в одно и то же время мы учим в одно и то же время вот мне Я говорил, так, всем шалом, Михаил, Яков Шатанин. Мне Яков Шатанин вчера говорил, что сегодня 600 уроков на Ваикре. 600 уже, 600 уроков. Это просто удивительная вещь. Слава Богу, видите, как вода камень точит. Даже мой лично уже 600 урок. Это удивительно, что у меня столько уроков было, я даже сомневаюсь. Я думаю, что нет, что это подтянули мои старые уроки тоже. Вместе, как бы, может быть, 600 есть уроков моих на Ваикре. Но это за всю жизнь, наверное, я столько дал. Не может быть, чтобы прямо, чтобы у меня было прямо на... Наверное. Вообще отлично. Но если 600, вообще отлично. Будет чем прийти на небо, да? Когда, говорят, приходит человек на небо после жизни, спрашивают. Спрашивают его о Торе, который он учил, и о том, честно ли он вел дела. Вот два вопроса задают. Первый, там есть разные мнения, что, что... Но Тора точно, вот если ты много учил Торы, то на небе будет чем заниматься. С Днем Победы всех, который закончился. Значит, всех с Днем Победы. То есть, победила, я только что пост поставил. Добро побеждает зло. Добро побеждает зло. Конечно, могу так сказать, что мы должны просто каждый день благодарить Всевышнего за то, что мы не живем в то время. За то, что, да, мы не живем в то время. Потому что то время было, конечно, страшное время. Страшное, страшнейшее время, когда просто ангел смерти вот так косил, косил всех. Эти все... Вообще, слава Богу, слава Богу, что мы не живем в то время. Слава Богу, что победили вот этих вот зверей-фашистов. Потому что фашисты эти просто были грабители, убийцы, такие, ну, нелюди, да, которые хотели захватить весь мир, уничтожить весь мир, уничтожить всех евреев. Вообще, за что непонятно, просто вот хотели уничтожить евреев. Страшное дело. И с Днем Победы. То есть, добро побеждает зло. Это как раз, как мы учили в отрывке каком. Мы учили, вот здесь, 19 отрывок. Шахура им лифней тувим. То есть, преклоняться злые перед добрыми. 19 отрывок, 14 главы. И Решаим Аль Шарей Цадик. И злодеи перед воротами Цадика. То есть, мы видим, что так оно действительно и стало. Все вот эти вот животные, которые думали, что они строят тысячелетний рейх, как они называли, все. Нету их, и слава Богу. Все. Значит, а мы продолжаем изучать вечную истину, вечную правду, вечное добро Тора. И мы дошли до того, что... 23 отрывок. 23 отрывок звучит так. Беколь Эцев Иемутар. Удвар сфасаем Ахли Махсор. Значит, говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, говорит нам царь Соломон. Он говорит так. Беколь Эцев Иемутар. Беколь Эцев. Первое вот слово Эцев, да, какое простое понимание. Это грусть. И он говорит так. В каждой грусти будет прибыль. Удвар сфатаем Ахли Махсор. А слова уст только для... от них будет убыток. Непонятно. Почему грусть, от нее прибыль, а от слов только будет недостаток. Объясняет нам Малбим, великий комментатор Малбим. Он говорит так. Что когда к человеку приходят какие-то сложности, проблемы, неприятности, в этом мире без этого практически невозможно пройти. Потому что... Почему-то, да, но это факт. Любой нормальный человек понимает, что в этом мире есть обязательно какие-то сложности. Теперь вопрос, как ты на эти сложности реагируешь. Есть вариант, который нам сейчас предлагает царь Соломон. Что если ты начинаешь грустить в сердце, внутри, то есть ты не рассуждаешь, не пускаешься в какие-то рассуждения, а ты внутри себя в сердце чуть-чуть погрустил, и, как Малбим, объясняет, как грустить именно надо, да? То есть нужно по-простому, современным языком, взять на себя ответственность за эти все сложности. Сказать себе так. Наверное, я как-то Всевышнего вынудил сделать для меня вот эту неприятность, которую я рассматриваю как неприятность. Значит, у нас есть четкая схема в Талмуде, как, если пришли какие-то неприятности, как к ним относиться. Первое. Если пришли неприятности, написано Ифашвешбымасав. Проверь свои дела. То есть если тебе неприятно, то именно ты же это и сделал. Ну, то есть это очень такой сложный вопрос, сложный вопрос, но если взять вот как позицию в жизни, то позиция, что на мне ответственность за все, что со мной происходит, она человеку открывает невероятные возможности по изменению своей жизни, своей ситуации. Но позиция, когда я жертва, а мир окружающий причина, она не дает человеку возможности двигаться. Поэтому первый этап это проверь свои дела. Тебе плохо, тебе, я не знаю, физически плохо, морально плохо, эмоционально плохо. Проверь, ну что же, что ты сделал, как ты оказался в этой ситуации, что тебе плохо. Если ты нашел причину в своих действиях, то первое, ты больше не будешь их делать. Второе, ты можешь делать прямо противоположные действия, чтобы исправить свою ситуацию. Дальше Талмуд нам говорит. Проверил свои дела, не нашел. Проверил, ну думает, нет, все-таки, вот, например, возьмем семейные конфликты, это частая вещь. Семейные конфликты, почему я беру именно семейные конфликты? Потому что они являются корнем конфликтов с другими людьми тоже. Потому что если человек, он, ну, он женится, например, да, он, когда женится, он любит, он думает, я буду жить всю жизнь, и если он потом внутри, вот, с самым, казалось бы, близким человеком, у него начинаются конфликты, и он не умеет разобраться с собой, с ним, с отношением, с эмоциями и так далее, то это показывает, что в этой теме у него есть пробой. С другими людьми, понятное дело, что еще сложнее. Теперь, значит, смотрите, если человек проверил свои дела и не нашел причину, значит, написано что? Значит, он мало учил Торы. Что это значит? Это значит, что каждый из нас живет в какой-то системе координат, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, как надо поступать, как не надо поступать. Если кто-то поступил как-то, то у каждого у нас есть... Вот, смотрите, человек что-то делает, а другой человек в этот момент дает этому значение. А, он так поступил, это значит что? Это значит что? Это значит что? То есть, мы придаем значение каждому поступку. И у каждого есть своя система правил. Теперь, говорит нам, если тебе плохо, это значит, что твоя система правил, твоя система действий, она не работает. И тогда человек, он свои действия проверил, вроде, мои действия, все я делаю правильно. Проверь тогда, что такое правильно. Значит, твоя система правил, что такое правильно, она не работает. Самая у меня с яркой такой иллюстрация этого, как один мой знакомый, он когда-то давно еще жаловался, что не может жениться, и все время расстается с девушками, с которыми жил. И я спрашиваю, а почему? Он говорит, ну потому что я веду себя как настоящий мужчина. Я говорю, а что ты имеешь в виду вот в этом? Я веду себя как настоящий мужчина. А он говорит, ну как, настоящий мужчина у него есть правило. Если что-то не так она делает, значит сразу по роже. Надо ей сразу дать по роже. Вот, и он думает, что он прав. Он на тот момент был уверен, что он абсолютно правильно поступает. Вот, смотрите, женщина от него уходит, он приходит, ему плохо. Плохо, он мне тогда жаловался, плохо, хочу жениться, не могу. Значит, проверь свои дела. Он проверил, говорит, да я идеален, я веду себя отлично. Значит, мало учил Торы. Ты не знаешь, твое идеален, твои правила не работают. Теперь говорит нам здесь царь Соломон, в каждой грусти будет польза. То есть, если ты научился из вот этого своего негативного эмоционального состояния извлекать пользу, какую пользу? Ты проверил свои дела, ты проверил свое понимание, как надо жить. И ты, то есть, грусть тебе просигналила о том, грусть тебе просигналила о том, что что-то у тебя в жизни не работает. И если даже грусть, она для тебя является тридером, запускающим для процесса исследования себя, своих действий и своих установок, своих правил жизненных, тогда то, что нам говорит царь Соломон в 23-м отрывке 14-й главы, в каждой такой грусти, которая тебе просигналила о том, что что-то в твоей жизни не в порядке, емутар, и будет для тебя польза. Все. Человек утром проснулся, ему грустно. Он такой, так, мне грустно. Что я вчера делал? Что я вчера там кушал? Во сколько я вчера лег? Да не, я все правильно делал. А чего же мне грустно? Значит, ты не знаешь, что такое правильно. Проверь, что такое правильно. Если тебе грустно, это факт. Значит, у тебя что-то не работает. Значит, в каждой грусти, если ты начал ее исследовать, будет тебе польза. Удварсфатаймахлимаксор. А разговоры пустые, говорит царь Соломон, они, только максор, от них будет ущерб. Какой ущерб будет от пустых разговоров? Это, опять же, мы тогда, давайте вернемся в Пертеа Вод. Написано, что тот, кто умножающий. Каждый умножающий в словах приводит грех. Значит, что это значит? Когда человек много рассуждает. Ну, Малбим, он как бы этот отрывок, он поворачивает все, что грустить надо в сердце, но вслух надо Бога благодарить. Но если человек, наоборот, вслух начинает рассказывать, вот как у меня все плохо, и что же мне так не везет, и что я за такой человек невезучий и так далее, то он этим самым, он себе только создает убыток. Почему? Вот смотрите, кто любит людей, которые жалуются? Никто не любит. Кто любит людей, которые обвиняют других людей во всем, что с ними происходит? Никто не любит. Кто любит людей, которые постоянно льют негатив и так далее? Никто не любит. То есть, человек, который вслух обвиняет других, он в этот момент, в этот момент он создает в себе недостаток. Вот так объясняет Малбим. Теперь есть второе объяснение, вообще оно чуть-чуть нас уводит в другую плоскость этого же отрывка. Эцев слово, его можно понять как труд. Как труд, то есть как, ну вот само слово труд, оно однокорено со словом трудности. И Эцев, оно с одной стороны грусть, но с другой стороны сказал, например, Бог женщине, что она будет вот бы Эцев рожать. То есть, она будет не то чтобы в грусти, но это сложно, в сложностях. Теперь, если мы понимаем вот эту фразу, Беколь Эцев и Емутар, в каждых сложностях будет тебе прибыток, не в грусти, а в сложностях, тогда этот отрывок ложится совсем в другую плоскость. Смотрите, в этом мире, как устроено все, давайте разберем простой физиологический процесс. Человек утром проснулся, и он, значит, проснулся он утром, и он лежит в кровати. Лежит он в кровати, значит, потом он медленно встает, потом он медленно очень теплой водой умывается, потом он садится, и он хочет целый день больше сидеть и расслабляться, не быть напряженным. Он все время не хочет, он трудится, не хочет напрягаться. Что в итоге происходит с его телом? Его тело разрушается, рассыпается, и оно начинает болеть, жирнеть, гнить и так далее. Теперь другой человек, он совсем, у него другая система. Он берет и свое тело нагружает. Он проснулся, понаклонялся, поотжимался. Вместо теплой водички он на тело выливает ведро холодной ледяной воды, чтобы ему, значит, включиться. Дальше он, вместо того, чтобы так вздыхать о своей тяжкой доле, он надышался, прям натрудился. Есть разные дыхательные упражнения, но все они основаны на том, что ты нагружаешь себя, нагружаешь себя. Дальше он начинает приобретать новые навыки. Любой новый навык – это труд. Ты выходишь из зоны комфорта, у тебя не получается. У тебя только что приобрел новый навык печатать слепую на иврите. Я сидел там в течение месяца, полутора месяцев, где-то 20 минут в день, печатал, 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 скучно, не получается, скучно, не получается, скучно, не получается, бах, получается. То есть, другой вариант. Человек идет на гору, ему легко, ему сложно, он трудится, но он поднялся на гору, любуется. То есть, в этом мире почему-то так устроено, что для того, чтобы что-то получить, ты должен это заработать. Ты должен это заработать, ты должен потрудиться. И ты, значит, как устроен мир? Или ты трудишься, 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 напрягаешься и потом получаешь награду на втором шаге. Или ты расслабляешься, 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 расслабляешься и потом за это платишь цену. Это тоже очень явно видно, когда преступники, они не хотят трудиться. Преступники, грабители, воры там и так далее. Они, прям у них вся их жизнь, она построена на том, чтобы не трудиться. Прям вот конкретно, не хочу трудиться. Теперь они хотят забрать какую-то ценность, забрать какую-то ценность. Но потом, очень часто, они платят за это своей свободой, своей жизнью. То есть, или ты трудишься, и тогда мы понимаем этот отрывок так. В каждом труде напряжения будет польза, а двор сватаем, а те, кто просто любят поболтать, Ахли Максор, они могут болтать всю жизнь, впустую проводить время, впустую болтать. И, значит, так это второе объяснение этого отрывка. Теперь 24 отрывок, переходим к следующему отрывку. Значит, 24 отрывок говорит нам царь Соломон следующее. Атерет хахамим ашрам. Значит, корона мудрецов, их богатство. Ивелет кселим ивелет. Ивелет это глупость, но глупость, которая выглядит как умность. Есть глупость, которая выглядит как умность. Это называется стептицизм, стептицизм, да? То есть, например, вот там Эли Зильберг, она не согласна со мной про карму. Вот я показываю, что такое стептицизм. А что это за карма вообще? Кто сказал, что карма есть? Кто? Кто видел эту карму? А видел кто-то эту карму? А йога это? А вы видели этого йога вообще? А что этот йог в жизни достиг? То есть, вопросами можно разрушить любую идею. Теперь, является ли это умом, умение разрушить чужую идею? Нет, это называется стептицизм и глупость. Теперь, давайте этот отрывок посмотрим. Атерет хахамим ашрам. Значит, корона мудрецов, их богатство. Ивелет, вот этот стептицизм. Ивел, еще раз, это грешник-стептик. То есть, тот, кто стептицизмом подрывает вот эту вот систему веру в Бога и веру в систему. Тора это система, которую Бог дал, чтобы объяснить, как работает мир. Ксиль это грешник по вожделению. То есть, это тот, кто знает, что есть Бог, есть добро, есть истина, но он не может с собой справиться. И он грешит не потому, что он... Вот есть люди, например, они курят. И они знают, что курить вредно. Но они не могут с собой справиться. И такие люди, они постоянно пытаются бросить. Они говорят, ну я хочу курить, ну мне нравится курить, но я понимаю, что это вредно. Я все равно, когда-нибудь я все равно брошу. Есть грешник по стептицизму. Он говорит, секундочку, а кто сказал вообще, что курить вредно? Кто сказал? Кто это придумал вообще, что курить вредно? Это придумали те, которые хотят там, ну и начинают какую-то пургу нести. То есть, он саму идею, что курить вредно, он отрицает. У него шанса нет бросить курить. Потому что он считает, что курить это полезно. Это вот разница между грешником-скептиком, который отрицает систему, отрицает Бога. И грешником по вожделению. Он говорит, да, я в Бога верю, но я не могу вообще. Ну, люблю я там, люблю я жрать запрещенное, делать запрещенное. Люблю, но не могу. Ну, когда-нибудь брошу, помоги мне там. Иногда грешник такой по вожделению, он молится, он просит Бога. И Бог ему рано или поздно поможет. Но грешник-скептик, у него нету шансов. Теперь в этом отрывке, давайте к нему вернемся. Два четвертого отрыва. Значит, корона мудрецов Торы, их богатство. Но вы можете сказать, не всегда мудрец Торы, не всегда мудрец Торы богат. Очень часто есть мудрецы, которые, они фактически не богаты. Но, смотрите, как это работает. Значит, по Торе мы учили тоже в перте вот, что ми-ашир, кто богат? Дайте определение богатства. Что такое богатство? Отвечает, по-моему, или Бен Зома, ну, Бен Зома был такой мудрец. По-моему, он это отвечает. Ашир Асамех Бехелко. Богатый это тот, кто счастлив своему уделу. Богатство это свойство, это некое состояние, в котором у человека есть избыток и нет недостатка. То есть, давайте рассмотрим ситуацию. Кто богат? Вот сидит человек на лавочке, у него нету денег. Допустим, возьмем даже, даже крайность возьмем. Он живет на лавочке, у него вообще нету денег. И этот человек, он просыпается утром, и он говорит, какой классный мир вообще. Какая жизнь вообще супер у меня жизнь. Мне, значит, вот сейчас я пойду на еду, мне бог даст сегодня покушать что-нибудь. И я буду наслаждаться там каждым кусочком еды. Бог меня не оставит, бог мне поможет. И я, значит, даст бог день, даст бог пищу. Может быть, завтра, может быть, завтра. Вот я сейчас как раз там чему-то научусь. И мне бог как раз даст там хорошую работу и так далее. Он живет в состоянии, когда ему достаточно. Я беру специально крайнюю такую картинку. В этот же момент просыпается рядом другой человек. У него квартира, у него машина. И он просыпается. Блин, вообще, что за жизнь у меня вообще? Ну просто капец, ненавижу эту жизнь. Этот карантин, магазин закрыт. Денег я сегодня не заработаю. Значит, у соседа машина лучше. У соседа там то лучше. И он полностью, весь его день проходит в страданиях, что ему не хватает. Ему не додали. Ему не хватает. Ему мало. Перспектив нету. То есть он на будущее смотрит тоже, что ну капец, перспектив нету, будет только хуже. Кто из них богат? И кто из них беден? По торе богатый это тот, кто саме их бехелко. Тот, кто рад своему уделу. Тот, кто счастлив своему уделу. Тот, кто испытывает избыток всего. То есть ему достаточно всего, что есть. Теперь, вот это является короной мудрецов. То есть когда мудрец это тот, кто полностью через тору управляет собой. Теперь получается, что... Есть еще одна, чтобы было понятно, что такое корона мудрецов. Есть такая мишна в шестом, в шестой главе Пертевод. Вот есть такая мишна, что... Что такое путь торы? Хлеб ешь, воду пей, на земле спи. Жизнью страданий живи, тору учи. Если ты так делаешь, ашреха, счастлив ты в это влыха. Счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Ну как? Ну вообще полная противоречия. Воду пей, на земле спи. Хлеб ешь, жизнью страданий живи. Тору учи, при этом тору учи. Если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Объяснение такое. Вот представьте человека, который... Который... Он... Испытывает... Он считает так, что мне удобно и достаточно. Есть вода, есть земля, есть кусочек хлеба. И я могу учить тору, то есть я могу постигать мудрость этого мира. Мне достаточно. Теперь, но... Если у меня есть больше, так это у меня есть избыток. Мне не просто достаточно, я счастлив. То есть в этот момент, если он поставил себе планку достаточности, то есть ему не больно, ему не плохо, когда он пьет воду, ест хлеб и на земле спит. Ему нормально, ему классно даже, да? То в этот момент все, что больше этого, оно дает ему счастье. Его ничего не заставит, например, пойти против себя. Он такой, как астет, он самый сильный. Он ничего не боится. Он ни о чем не волнуется. Он ни о чем не переживает. У него каждый день, у него есть избыток. Избыток, избыток, избыток. Все. Это называется корона мудрецов, их богатства. Он богат в любом случае. То есть и богат, на иврите богат и счастлив, это они пишутся практически одинаково и произносятся вообще одинаково. То есть ему, в принципе, мудрец, вот это его корона. Он полностью управляет своими эмоциями. У него нет зависти. У него нет сомнения. У него нет непонимания. То есть он реально богат по-настоящему. Ивелет, ксилим ивелет. А ксиль это грешник по вожделению. Он знает правду, но пытается через сомнение сбросить с себя вот этот внутренний противоречие, когда я знаю правду, что есть бог, что духовность важнее, чем материальность, что и так далее. И есть ивель такой чистый, который говорит, ну вот я обжора, там и пьяница. Это называется грешить для аппетита. А есть ксиль вот этот вот, да, грешник по вожделению, который пытается скептицизмом объяснить, что я прав. Кстати, это свойство любого человека, любого. Пытаться доказать, что я прав. Что бы я ни делал, как бы мне не было там плохо. Знаете, вот есть люди, ну вот реально он живет, но у него все разрушено. И он пытается доказать, что он прав. Теперь, так вот, здесь царь Сламон нам говорит, что когда скептицизм вот этих вот ксилим, это глупость. Все. То есть, еще раз, давайте тогда свяжем два отрывка, и это будет у нас завершение сегодняшнего урока. Смотрите. Из первого отрывка мы поняли, что, если по первому идти объяснению, что грусть, когда человеку плохо, значит у него что-то не работает. У него что-то не работает. Или его действия не работают, или его правила, по которым он живет, не работают. И если он получил эту грусть и начал ее исследовать, а потом начал работать и трудиться над реализацией вот этого правильного способа жизни, тогда у него будет везде избыток. А пустые слова, это пустые слова. И если он взял систему Торы, которая от Бога идет, как правильно жить в этом мире, и он над ней реально трудится, 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 то тогда он счастлив в этом мире, у него будет все хорошо в мире грядущем, и все у него будет великолепно. Ну, а глупость дураков глупость, поэтому они как бы, ну, такая жизнь. Все, друзья, удачи, успехов, я всем желаю прекрасного дня, всех поздравляю с Днем Победы, это прекрасный праздник Победы, добра над злом. Еще раз мы увидели, чтобы все злодеи увидели, зло будет наказано. Не может быть, чтобы грабители, убийцы и злодеи, они долго, долго преуспевали. Бывает, чуть-чуть там они взлетели, даже самые мощные из них, самые организованные, как фашисты, были самые организованные убийцы за всю историю. И все равно, вся их вот этот вот взлет продлился всего лишь 12 лет, максимум. Все, друзья, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня. Все, удачи, успехов.